Темой очередного оперативного совещания главы ведомства с руководителями территориальных следственных управлений стала подростковая преступность. Видеозаписи, на которых противоправные деяния совершают молодые люди школьного возраста, все чаще попадают на широкое обозрение пользователей интернета. Избиение сверстников, издевательство над одноклассниками, даже нападение на взрослых и многое другое. Такие происшествия с участием несовершеннолетних за последнее время отмечены в целом ряде регионов. Как правило, подобные поступки носят групповой характер и отличаются жестокостью и цинизмом по отношению к потерпевшим. Александр Иванович Бастрыкин озвучил некоторые статистические данные. К примеру, глава ведомства рассказал о том, что в прошлом году доля групповой преступности несовершеннолетних в общем массиве совершенных ими преступлений составила 41%. То есть практически каждое второе преступление несовершеннолетние совершают в группе. На 31% возросло количество особо тяжких деяний, совершенных подростками. Я прошу начальников управления четко, конкретно доложить о ситуации в каждом регионе по этому направлению и доложить о тех мерах, которые вы принимаете. С докладами выступили руководители следственных управлений по Белгородской, Тамбовской, Ульяновской и Волгоградской областям, где в недавнее время произошли резонансные происшествия с участием несовершеннолетних. Заслушав доклады, председатель ОСК России дал подчиненным конкретные указания для дальнейшей работы. Отдельного внимания заслуживает недостаточная эффективность работы комиссии пределомниц совершеннолетних, на которые возложена ответственность за консолидацию усилий в вопросах предупреждения о социальном поведении молодежи. Но и это далеко не все, ведь основным фактором, который влияет на развитие и воспитание подростка, является социальная среда. Поэтому в ходе расследования преступлений несовершеннолетних, по мнению главы ведомства, также важно тщательно исследовать их окружение и отношения в семье. Кроме того, в работе по декриминализации подростковой среды важно тесно контактировать с профильными службами, совместно разрабатывая более эффективные алгоритмы действий. При этом без внимания не должны оставаться и вопросы надлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, в чьей зоне ответственности находится трудный подросток. Через месяц проведем еще одно совещание и строго спросим с докладчиков, который сегодня докладывали, из других территорий, где эта проблема будет обостряться. Вопросы есть? Нет. Всем успешной работы.